Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Канон». Открывая сегодняшнюю передачу, я от всей души хочу поздравить всех вас с нашим юбилеем. Ровно 10 лет назад начал свое вещание телеканал «Союз». Желаю многое и благая лето всем своим коллегам и вам, наш дорогой зритель. А сегодня, в рамках пятого московского рождественского фестиваля духовной музыки, мы познакомим вас с удивительным коллективом, ангельское пение которого стирает все языковые, культурные и политические барьеры. У нас в гостях лондонский хор мальчиков «Либера». Привет, ребята, давайте знакомиться. Привет, ребята, мы рады увидеть вас. Как дела? Привет, ребята, вы впервые в России. Какие ваши впечатления от нашей страны? Удалось ли уже что-нибудь посмотреть? Да, нам удалось по дороге в отель посмотреть немножко вокруг. Очень отличается от Лондона, особенно архитектура, и нам все очень нравится. А совсем недавно в Англии был год российской культуры. Может быть, вы ходили на какие-то концерты русских исполнителей или слышали подобные вам хоры русские? Я сам не ходил на концерты, но да, я слышал действительно, что это был год культуры, год российской культуры. Я знал об этом. А как давно вы поете в этом хоре, и кто вас сюда привел? Откуда вы узнали о существовании этого коллектива? Мы все из разных школ, из разных районов Лондона. Все мы приходим из очень разных семей. И для нас участие в хоре – это еще и способ общения и своего развлечения. Ваш хор известен на весь мир. Есть ли еще в Англии подобные вам хоры? Да, действительно, есть довольно много хоров, которые можно называть нашими конкурентами, но обычно мы в конкуренцию не ввязываемся. То есть вы такие добрые английские мальчики? Да. А скажите, как проходят ваши занятия, и как часто вы репетируете? Иногда получается так, что нам приходится репетировать почти что вслепую, и мы не знаем, что нас ждет впереди, какие ноты нам дадут. А вы учитесь в школе? Да, действительно, у нас только обычных ребят. Мы ходим в школы, а на концерты, на гастроли ездим в школьные каникулы. В остальном мы работаем так же, как и все. А как же удается вам совмещать? Вы каждый день репетируете? Да, действительно, расписание у нас очень плотное. Приходится репетировать чуть ли не каждый день в неделю, и приходится убегать из школы на каждый возможный момент, чтобы поучаствовать в репетиции. А остается ли у вас время на обычное детство? У вас есть какие-нибудь еще хобби? Да, по субботам у нас обычно выходные. В воскресенье мы поем в хоре в церкви, но в субботу можем встретиться с друзьями, пообщаться. Вы вот сказали, что вы поете в церковном хоре. Что сложнее, петь на концертах или петь на церковных службах? Да, действительно, мне кажется, на концерте намного сложнее. Здесь очень много нужно помнить уже в голове. Твое место в хоре, следующая композиция, твоя партия. Все это сложнее. Ребята, а у вас в руках мягкая игрушка. Расскажите, пожалуйста, это ваш сувенир или это талисман из России? Это лось, и он наш талисман. Он очень давно с нами, даже не могу вспомнить сколько. Возможно, это единственная лось в мире, которая путешествовала по всему миру. Здорово. Ребята, побывав на вашем выступлении, я обратил внимание, что помимо того, что вы шикарно поете, у вас на сцене происходит постоянное перемещение. Долго ли вам приходится репетировать эти перестроения? Нам требуется в среднем полчаса в течение недели. То есть, если заниматься по пять минут в день, ходить по своим позициям, то можно все легко запомнить. Если несколько раз придешь туда-сюда, то вот оно уже, кажется, и отложилось в голове. Еще нам помогает то, что мы репетируем иногда с завязанными глазами. Нам не полностью завязывают глаза, так что чуть-чуть мы можем видеть, но то, что свет почти не проходит, вынуждает нас полагаться на другие человек. Они на зрение. И это очень помогает запомнить нашу позицию на сцене. Айзек имел в виду, как он готовится дома к этому, про пять минут в день. Обычно, когда мы занимаемся на сцене, это занимает четыре-пять дней в неделю, и на сцене, конечно, в этом будет больше. Ну, это просто получается, как строевая в армии. В будущем вы, наверное, можете работать в Букингемском дворце и выступать на военных парадах перед королевой. Кстати, что касается будущего, какие планы у вас после того, как вы закончите школу? Кем хотите стать? Я лично передумываю и меняю свое мнение почти что каждую неделю. То мне хочется быть архитектором, то кем-то еще. Но, скорее всего, все мы так или иначе будем связаны с музыкой, потому что страсть к музыке остается с нами навсегда. А помимо того, что вы поете, вы играете на каких-то инструментах музыкальных? Так или иначе, кто-то из нас играет на музыкальных инструментах, но наш главный инструмент – это голос. Мы поем все дни в неделю, постоянно, и это наше главное занятие. Что касается меня, я играю на фортепиано, я играю на тромбоне, я играю на турбе. Вы выступали на одной сцене с известными мировыми исполнителями. Не могли бы вы поделиться впечатлениями, какое самое яркое выступление вам запомнилось? Ну, в последнее время мы выступали с Полом Маккартни. Совсем недавно мы записывались вместе с Полом Маккартни. Мы записывали саундтрек к фильму «Судьба» в Destiny. А до этого мы ездили на гастроли в США и выступали там с несколькими звездами, ползвездами, санялись сайлами, например. А вообще вот Англия известна своими рок-исполнителями. Вот вы сказали Пол Маккартни, Битлз, Роллинг Стоунз, Дип Пепл, Пинк Флойд. А какую музыку слушают современные британские тинейджеры? Мы слушаем очень и очень много разных направлений и жанров. Конечно же, нам приходится много слушать классическую музыку. Но мы также любим и слушаем поп-музыку, дабстеп. Да, я люблю очень дабстеп. Моя семья, мой отец слушает Роллинг Стоунз, и поэтому я тоже слушаю эти группы из 70-х. Скажите, у каждого человека есть какое-то представление о другом народе? Например, многие иностранцы думают, что в России очень холодно и здесь на улице ходят медведи. Когда вы вернетесь к себе на родину, какими впечатлениями вы поделитесь со своими друзьями и родными? Очень холодно, действительно. Но архитектура, я должен сказать, это восхитительно. Просто нет слов. Да, действительно, потрясает просто все, что мы видим на улице. Хотя не так уж и холодно. Я думал, будет намного холоднее. Чуть холоднее, чем в Англии. Ну и, конечно, публика. Публика приняла нас очень тепло. Скажите, а чем отличается... Вы очень много путешествий, чем отличаются люди в разных странах мира? Как вас принимают зрители? Некоторая публика очень живая, очень ярко реагирует на наши выступления. Некоторые более сдержаны. Они хлопают и благодарят, но не так ярко. Но Россия, Россия – это просто восхитительно. У нас еще не было никогда такого приема, как здесь. Я знаю, что профессиональные певцы, у них есть табу на некоторые продукты. Они не пьют холодную воду, они не едят семечки, не грызут орешки, они перед выступлением не едят шоколад. Вы соблюдаете такую диету или все это предрассудки? Да, действительно, такая диета есть. Нам нельзя есть шоколад, потому что из-за него голос может отслабнуть. Хотя, вы знаете, перед этим концептом мы поели шоколадные печенья, и вроде ничего. Скажите, а что бы вы могли передать вашим слушателям, вашим ровесникам в нашей стране, таким же мальчишкам и девчонкам, что бы вы могли пожелать? Большое спасибо за ваш прием. Это было потрясающе. Я никогда не был в России, мы не знали, чего было ожидать, но то, что мы увидели и то, как нас приняли, запомнится нам навсегда. Это было просто чудесно. Это были солисты лондонского хора «Мальчиков Либера». Ребята, мы желаем вам крепкого здоровья, ярких впечатлений от России, творческих успехов и с нетерпением всегда вас ждем в нашей стране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы смотрели передачу «Канон». Оставайтесь с нами на канале «Союз» и всего вам доброго!